Идти или не идти на выборы 18 марта. Для героя нашего следующего сюжета этот вопрос не стоит. Он обязательно хочет проголосовать, но хочет быть уверенным, что сможет попасть на избирательный участок. Подробнее в репортаже Ольги Пырочкиной. Максим помогает Павлу подняться по пандусу у Дворца культуры. В нем расположится один из избирательных участков Чебоксар. Даже вдвоем это сделать непросто. Если бы Павел приехал один, не смог бы добраться даже до входной двери. Кнопки вызова помощи перед лестницей нет. Поднялись грехом пополам. Угол наклона, конечно, упалывается, не соблюден. Покрытие очень опасное, скользкое. Запросто можно было упасть и получить просто травму. Буквально через несколько метров следующее препятствие. Да, помогите, пожалуйста, придержите дверку. Да, спасибо большое. Внутри можно выдохнуть. Через рамку металлоискателя коляска проезжает беспрепятственно. Установленные для безопасности турникеты тоже не помеха. Все рассчитано. Все у нас открывается. Вот мы можем открыть вот так. Я не знаю, насколько колясочник может здесь проехать. Но вот есть у нас еще вот такая. Здесь вполне достаточно, чтобы прийти. Павлу уже начинает казаться, что для человека, который вместе со всей страной хочет поучаствовать в выборе будущего для России и определить курс ее развития на ближайшие 6 лет, пандусы, входная дверь, по сути, пустяки. Но тут выясняется, избирательный участок расположится на втором этаже. Оттуда он не сможет подняться даже с помощью Максима. Именно вот такие недостатки на будущих избирательных участках сейчас по всей стране выявляет молодая гвардия. Мы проверяем избирательные участки для доступности для лиц с ограниченными возможностями. Данные проверки направляются в избирательную комиссию, чтобы в дальнейшем их устранить. У нас более тысячи участковых избирательных комиссий. И, в принципе, каждая из них готова к тому, что такие избиратели придут к нам на избирательные участки. Комиссия начинает работать за 30 дней до дня голосования. Если нам поступят обращения по поводу того, что то или иное здание не до конца приспособлено, то, безусловно, мы будем принимать меры. Мы будем обращаться в соответствующие органы местного самоуправления, к собственникам этих зданий, а для того, чтобы до выборов осталось полтора месяца, чтобы те недостатки, которые выявлены, были устранены. Так или иначе, к тем, кто не сможет проголосовать на своем участке, избирательная комиссия приедет на дом. Об этом желании заранее необходимо уведомить свою территориальную избирательную комиссию. Так что Павел в любом случае намерен воспользоваться своим конституционным правом. Это мнение безразлично будущей нашей страны. И важен каждый голос. И обязательно нужно отдать свой голос тому, кого ты выбираешь.